Важнейшей задачей деятельности судебной системы, безусловно, является формирование крепкого кадрового состава. Многие вопросы, очень многие решены. Стабилизирована ситуация с текучестью кадров, повысился престиж профессии и привлекательность работы судьи. Государство обеспечило достойный уровень заработной платы. При этом в руках руководителей судей есть определенные рычаги для повышения заработной платы. Сегодня надо говорить уже о качестве судейских кадров. В первую очередь надо принципиально менять подход к кандидатам на судейские должности. В суд должны идти люди, обладающие даже не высокими, а высочайшими морально-нравственными качествами, широким кругозором, эрюдицией и жизненным опытом. Это объективное требование современного общества. Я не хочу говорить, в каком возрасте ты можешь стать судьей. Вы тут определите сами. Редко, но бывает и в 25 лет человек настолько ответственный, мудрый, подготовленный, что он может быть и судьей. Но обязательно должен быть опыт. Если перед тобой человек, судьбу которого ты в принципе решаешь, у тебя за плечами должен быть определенный жизненный опыт. А в каком возрасте ты его приобретешь в достаточном количестве, это весьма индивидуально. Поэтому нам надо подумать при подборе кадров на судейские должности и, прежде всего, председателю, коллегам его над критериями. Они известны. Кроме того, нельзя забывать о совершенствовании профессионального уровня действующих судей. Для этих целей создан институт переподготовки судей. Но вы сами, насколько я информирован, считаете его работу неудовлетворительной. Учеба в нем порой формальна. Программы недостаточно адаптированы не только на перспективу, но и к современной жизни. Пора кардинально перестроить работу этого института, привлекать туда наиболее грамотных, опытных, подготовленных специалистов, практиков и психологов. Я думаю, нам это под силу.